Одним из многих элементов информационной войны, который использовался в Украине, было тенденциозное освещение происшествий, которые случались в армии. Ведь все же знали, что по состоянию на 2014 год армия стояла за шаг от прекращения своего существования, но потом стала расти ее численность и соответствующая инфраструктура. Причем весь этот рост надо было обеспечить в крайне сжатые сроки. В таких условиях и, как выяснилось, при полном отсутствии мобилизационных планов, происшествия были неизбежны и акцентироваться на них могла только вражеская пресса. Как теперь уже всем понятно, 90% прессы в нашем информационном пространстве враждебны Украине. Потому они и устраивали танцы с бубнами вокруг каждого такого эпизода. Здесь мы не станем рассказывать о том, как в РФ моментально прикрутили гайки СМИ после того, как их замечательная ядерная ракета укрыла радиацией огромный регион. Из Москвы гаркнули. Нету никакой радиации, все и заткнулись. Просто ради интереса. Кто в последний раз видел информацию о том, каков уровень радиации на месте аварии прямо сейчас? Поэтому, так как у нас, могла работать только вражеская пресса, отрабатывающая четко поставленные цели. В данном случае мы возьмем только один аспект – происшествия со взрывами боеприпасов. Даже если исключить возможность диверсии, то и в таком случае происшествия неизбежны в куда более хорошо организованных армиях, притом имеющих все необходимое снабжение и условия. Но вот интересно, как сами эти армии вели себя в подобных случаях. Наверняка многие знают о побоище, которое устроили японцы 7 декабря 1941 года на базе ВМФ США Пёрл-Харбор, которая расположена на Гавайских островах. Но мало кто знает, что через два с половиной года в этом же месте разразилась еще одна масштабная трагедия, и к ней японцы точно не приложили руку. В мае 1944 года вооруженные силы США готовили крупную десантную операцию, целью которой был захват стратегических Марианских островов. Овладение этими островами означало затягивание удавки на японских морских коммуникациях. Поскольку речь идет о штурме островов, то место сосредоточения может быть только на ближайшей суше. Таковой и оказались Гавайские острова, отстоящие от целевого района на 3000 морских миль или почти 6000 километров. В Пёрл-Харбор шли караваны с личным составом, вооружением, боеприпасами, топливом и прочим материально-техническим обеспечением. Туда же прибывал флот десантных кораблей, по которым все это добро и распределялось согласно боевому расписанию. Из транспортов на боевые корабли перегружалось все то, что должно было использоваться в десантной операции. В общем, на берегу и у берега скопилось огромное количество кораблей, техники и всего прочего. К 21 мая только десантных кораблей скопилось около трех десятков вдоль шести пирсов западной части базы. Каждый из них представлял собой 120-метровое угловатое судно с рампой впереди для выгрузки десанта. Водоизмещение каждого десантника было около четырех тысяч тонн. Для сравнения с нынешними кораблями, эсминец класса Арли Бьорк в разных модификациях имеет водоизмещение в пределах пяти-шести тысяч тонн. Насколько можно понять, в то время такие десантные корабли были наиболее оптимальными, потому что имели плоское дно для возможности выходить на мелководье. Более вместительный корабль такого типа был бы уже недостаточно устойчивым. Поэтому для доставки десанта нужно было иметь много таких кораблей. В этот день шла погрузка боеприпасов и топлива. Часть личного состава была размещена на берегу, а часть уже находилась на кораблях и была занята погрузкой имущества. На берег прибыла команда тыловой службы, которая занималась подачей имущества на корабли. Надо отметить, что в те времена десантные корабли загружались по идентичной схеме, и в данном случае важно было то, что на палубе крепились штабеля бочек с бензином для техники, которая загружалась в трюмы. То есть при десантировании техника выходила в воду или сразу на берег своим ходом, имея запас топлива в баках. А вот заправка осуществлялась топливом, которое было на их базовом десантном корабле. Примерно в 15 часов береговая группа тыла начала погрузку 4,2-дюймовых минометных мин. Поскольку часть боеприпасов содержала заряды для постановки дымовой завесы, то к мероприятию были привлечены бойцы 29-й группы химической дезактивации, которые не прошли инструктаж по обращению с боеприпасами осколочно-фугасного свойства. До сих пор никто не знает, что конкретно случилось при погрузке боеприпасов на десантный корабль ЛСТ-353, но в 15.08 раздался первый оглушительный взрыв. Его причина неизвестна потому, что в эпицентре взрыва никто не выжил. В воздух полетели пылающие обломки, куски тел и невзорвавшиеся боеприпасы. Последствиями взрыва стал поджог запасов топлива, после чего начали рваться бочки с бензином. Горящие обломки стали падать на палубы стоящих рядом десантных кораблей, на которых стояли бочки с бензином. Следующий взрыв прогремел через три минуты на палубе ЛСТ-43, где повторилось все то же самое. Масса горящего топлива хлынула в воду и на пирс номер 8. Огонь вызвал цепную реакцию и перекидывался с корабля на корабль. Зрелище было настолько чудовищным, что моряки и пехотинцы стали спешно покидать корабли, поскольку выглядело это как налет вражеской авиации. Полностью разрушенными взрывами оказались десантные корабли ЛСТ-43, 179 и 69, а еще на нескольких пылал пожар. Но команды не растерялись и боролись с огнем как могли. В результате им удалось не допустить взрывов на своих кораблях. Взрывы же были настолько мощными, что грохот был хорошо слышен более чем за 20 километров. В итоге шесть кораблей были либо разрушены, либо затонули. Была потеряна часть техники и боеприпасов. Флот выдал статистику потерь в 163 человека погибших и 397 раненых. Другие подразделения, в первую очередь морская пехота, потеряли погибшими до 300 человек. Та самая группа химзащиты, которая занималась погрузкой, потеряла убитыми 61 человека. Но вот что в этой истории самое интересное. Масштабное ЧП, которое унесло до батальона только погибшими и вышедшее из строя часть десантных средств и штурмовой техники, вызвало отсрочку начала операции всего в 24 часа. Штурм прошел успешно, противник был выбит с островов, а обстоятельства этой трагедии были просто засекречены. Еще раз, в США, средоточии демократии, где доступ к информации гарантируется отдельной поправкой в Конституции, закрыли информацию сроком на 25 лет и никто даже не пикнул. Это значит, что еще тогда люди понимали, что демократия просто сдохнет, если ее принципы применять бездумно и бестолково. Кстати, когда секретность этой истории была снята, никакого воя в прессе не произошло, поскольку сама пресса понимала, что ее роль в мирное время и во время войны существенно различается. Но у нас все было иначе. Наша пресса работала в режиме информационного оружия противника. За это лично я на ней поставил клеймо до конца собственной жизни. Больше никогда я ей не стану доверять, сомневаться буду даже в форме запятой, которую она выдает.